Сегодня у нас итогов пресс-инфицирования проекта «Включай себя в жизнь», который инновационно 4 месяца работал на просторах не только Харьковской области, Харькова, но и в зоне АТО. Очень интересно услышать его результат, поэтому обо всем об этом Ольга Владимировича Бакова, координатор проекта «Включай себя в жизнь», Наталья Пальчик, руководитель общественной организации «Линия согласия», Алиса Хэнсон, региональный программный менеджер проекта «ЮСАИД» Украинской инициативы по повышению людей венности, Роман Моробян, главный врач областного дома ребенка номер один, здесь также проходили выступления, и Дмитрий Ковал, эксперт по развитию проекта «ЮСАИД». Наташа, начнем с вас. Почему вы включились в этот проект, зачем он нужен был, ну и результаты. Ну, всем известно, что 185 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей покинули свои дома из-за боевых действий и переехали в Харьковскую область. Переселенцы пережили артобстрелы, ночи в подвалах, потерю домов, работы, а некоторые даже и близких людей. Вот. Оставив свои дома, им пришлось переехать, начинать жизнь с нуля и адаптироваться уже в наших условиях. И это не всегда проходит благополучно и без конфликтов. Вот. И, следовательно, вот как миссия нашего проекта была, это помочь внутреннеперемещенным лицам с адаптацией в регионе и оказать им первую психологическую помощь. Вот. И также существует миссия даже у методики плейбэк театра, который был создан Джонатаном Фоксом. Он сказал, что наша миссия — обеспечить возможность каждому быть услышанным. Вот. И по отзывам людей мы поняли, что для них очень важно быть услышанными, принятыми нами, ну и понятыми, так сказать. Вот. И, следовательно, главной задачей нашего проекта было создать безопасную среду, которая давала бы возможность высказываться на самые сложные темы. Вот. И получить эмоциональный отклик. Проект наш реализовывался в двух направлениях. Это было основное направление, которое выполняло важную задачу солидарности мирных жителей с внутреннеперемещенными лицами. Вот. Основные встречи плейбэк театра проходили в местах компактного поселения переселенцев. Это было 16 встреч. Более 600 переселенцев принимало участие. Было рассказано 152 истории. Мы выступали в Харькове, в Лозовой, в Чугуеве и в Славянске. И вспомогательное направление — это было 4 открытых репетиции, которые мог посетить любой желающий, и поэтому там были и переселенцы, и мирные жители. Где-то 176 человек посетило наши открытые репетиции. Вот. Результатом всего этого стали живые отклики участников выступлений. Позитивные изменения как в общинах, так и в жизни людей. И повышение уровня толерантности и эмпатии. Ольга, расскажите об особенностях, наверное, профессиональных. Ну, продолжая выступление Натальи, добавлю следующее, что две вот этих важных вещи действительно произошли. То, что люди говорили о том, о чем говорить иногда достаточно болезненно, именно потому что плейбэк-театр — это форма современного искусства, и она дает возможность прикоснуться к болезненным переживаниям, и, так скажем, из глубин подсознания вынести их на поверхность, переосмыслить и освободиться. И второй важный аспект, о котором Наташа тоже сказала, то, что в результате наших мероприятий происходили, ну, я не побоюсь этого слова, чудесные вещи среди людей, внутренне перемещенных лиц, которые живут в локальных местах, потому что они как бы заново друг друга открывали, они вдруг узнавали, даже вот находясь несколько месяцев в одной локации, пережитый кризис не давали им возможности общаться между собой свободно, потому что, как бы, любые негативные эмоции, они закрывают человека, они его, как бы, закрывают вовнутрь. И на мероприятиях, пережив рассказ истории, сочувствуя тому, что услышали, вдруг люди друг друга открывали, а оказывается, мы из одного города, или не из одного города, но мы из одной области, и начинали видеть. И у нас были замечательные обсуждения, мероприятия после выступления плейбэк-театра, с которыми сопровождались чай и питьем, очень душевным, и мы еще договаривали все, что было поднято во время представлений, и кроме договаривания, условно, групповой психологической работы, люди начинали между собой говорить о своем, то есть завязывались их личные контакты, их отношения, которые они, в общем-то, поддерживают на сегодня. Почему я говорю «поддерживают» с такой уверенностью? Потому что в некоторых локациях мы выступали не один раз, и мы видели результат, который был, как бы, после первого представления виден. Я расскажу такую, ну, может быть, трогательную историю, но это действительно, я считаю, успехом, одним из успехов проекта, в Лозовой поселение порядка 80 человек, они живут в бывшем заброшенном военном городке, им выделили очень-таки, ну, прям, скажем, суровые условия, и когда мы приехали первый раз, вот, мероприятие, очень оно хорошо прошло, чаепитие, и когда мы приехали к ним во второй раз, причем они очень хотели, чтобы мы приехали, мы узнали, что, оказывается, после нашего выступления у них родилась традиция, они теперь по утрам пьют кофе и чай вместе своей общиной, понимаете, и вот это трогательно было даже во второй раз услышать, вот мы там готовимся к спектаклю, выступили, уезжаем, когда, там, Наталья Поселенко говорит, женщины, дорогие, завтра же не забудьте у нас утром кофе. Вот это трогает очень сильно, и действительно, как бы, это то, наверное, ради чего проект, собственно говоря, задумывался. Что хочется сказать еще, у нас было непростые, как бы, иногда выступления, потому что были локации, где люди выехали превентивно, были локации, где люди достаточно пострадали, проживая от недель до месяцев именно под боевыми действиями, под обстрелами, где была срочная эвакуация под обстрелами, это такой дополнительный травматичный опыт, и эти представления, как бы, были, наверное, нетрудны, знаете, они требовали больше душевных сил от всех, и от нас, как организаторов, и от актеров, и от самих людей рассказать то, что их волнует. И, наверное, вот я бы об этом моменте еще остановлюсь подробнее, прочитаю отзыв одной нашей самой, у нас были маленькие участники, даже годовалые дети, потому что родители приходили, им было важно в этом поучаствовать, дети маленькие оставить они их не могли, вот. Но я имею в виду отзыв маленькой участницы, восьмилетней девочки, которая пришла с мамой. У мамы на руках был годовалый ребенок, и она была, ей восемь лет. И вот восьмилетняя девочка от начала до конца мероприятия, вот, она не рассказала, к сожалению, ни одной истории, но она сидела в кругу взрослых, слушала и не выходила. И потом ее мама сама вышла на нас и передала нам ее отзыв, потому что девочка после представления делилась с мамой своими ощущениями. Но я, конечно, обратила внимание на то, что ребенок так внимательно, больше часа был во всей этой истории. Вот этот отзыв тоже показывает, что проект был важен и нужен, и для чего. Вот буквально ее слова. Мне очень понравилось, как выступали артисты. Сначала мне было смешно, а потом стало грустно, когда люди стали рассказывать истории о своих городах. Я вспомнила наш город, наш Первомайск, как было страшно, когда над городом летали самолеты и стреляли, как мы жили в подвале роддома, когда родилась Полинка. Я очень боялась, что мы оттуда никогда не выйдем, потому что, когда бомбили, стены так дрожали, я думала, все рухнет. Вспомнила, как мы бежали из школы с коляской и Полинкой, а над головой свистели снаряды. Мне было очень страшно, и я хотела побыстрее уехать в Харьков. Я обо всем этом хотела рассказать, как те люди. Но я стесняюсь и боюсь расплакаться. Вы знаете, несмотря на то, что она не смогла, она переживала каждую историю, рассказанную там, и для нее тоже происходил такой психологический аспект отпускания вот этого тяжелого опыта. Потому что из участников представлений, как правило, треть рассказывала истории. Это достаточно значительное количество. И нас всегда спрашивают, а как же те остальные, которые не рассказали? И вот в плейбеке этот тоже очень хороший эффект заключается в том, что когда вот в такой камерной обстановке создается атмосфера эмпатии, доверия, совместного переживания, даже те, кто не рассказали, а всего лишь были переживателями чужой истории, они тоже получали вот свой эффект от участия в этом мероприятии. Алиса, расскажите, почему именно этот проект поддержан и возможно ли продолжение? Ну, наш проект мы начали почти чуть больше, чем год назад. Украинская инициатива по повышению уверенности. Мы получаем финансирование агентства США по международному развитию. Мы искали и познакомились с многими организациями, которые трудятся, чтобы уменьшить последствия конфликта. И тут в Харькове, и в Донецке, и в Луганской области. Мы выбрали поддерживать линию согласия созданием проекта «Включай себя в жизни», потому что мы считали, что это способом, импровизационным театром и устным рассказом, помогает людям лучше понимать друг друга и лучше понимать богатые разные опыты, которые составляют сообщество, в том числе и в Харькове, и в Донецке, и в Луганской области. И мы рады, что мы сотрудничали, чтобы устроить эту программу. И мы надеемся, что мы и сотрудничаем в будущем, чтобы больше расширить результаты этого проекта. Спасибо, Дмитрий. Вы непосредственно окулировали этот проект. Ваше, может быть, впечатление как? Давайте я немножко расскажу вам со стороны нашего проекта, нашей организации, как мы видим эту ситуацию, которая на сегодняшний день очень сильно влияет на стабильность Украины, внутренне перемещенные лица. Те конфликты, которые связаны с этими людьми, а нужно сказать, что есть как внутренние конфликты у этих людей, так и внешние конфликты, которые с этим связаны, это тоже не нужно забывать. То, что сегодня Наташа и Ольга говорили по поводу этих людей, они столкнулись с внутренней стороной этих людей, потому что они непосредственно люди, которые участвовали в этом, участвовали в реализации этого проекта на местах. Мы же как организация, которая поддержала их идеи инициативы, то есть видимую внешнюю сторону их всех проблем, этих всех процессов, которые здесь есть. И для нас, для проекта, для организации, очень важно понять те механизмы и те инструменты, которые могут помочь этим людям, как сказала коллега Алиса, снизить уровень напряженности в обществе. Конечно, вы знаете, можно было собрать людей в каком-то огромном зале, пригласить журналистов, каких-то волонтеров, пригласить органов власти и пригласить этих людей. Какой был бы эффект, людям бы сказали, ну давайте, рассказывайте о своих проблемах. Я думаю, никто бы не стал бы там говорить, потому что это ситуация закрытого, такого мероприятия. И нам нужно было понять, какие могут мероприятия, идеи инициативы, помочь людям интегрироваться в это сообщество, в новое для них. Помочь им снизить их внутренние и внешние напряженности, которые есть, и с доступом к рынку труда, и с интеграцией этих людей в социальную жизнь, и с доступом детей к образованию, к обучению. Чтобы люди стали более открытыми, чтобы снизить их внутренний страх и противоречия. И по нашему мнению, когда мы эту концепцию рассматривали, вот эта форма плейбэк-театра инновационного, которая позволяла людям через внутренние переживания, через рассказы их, донести эту историю через актеров, которые экстраполируют это все на аудиторию, таких же людей, которые присутствуют. То она показала, что это будет наиболее эффективным методом для их интеграции, адаптации в этой среде и как бы снижению той напряженности, о которой мы тогда говорили. Конечно же, читая отчеты и разговаривая с Ольгой и Натальей, у нее договорились побывать на репетиции, на мероприятия, я видел этих людей и видел, как они реагируют на подобного рода проблемы, ситуации, как актеры это переживают, и как актеры через себя пропускают это. Потому что для многих полотеров и актеров тоже было узнать, например, о жизни, о том, как люди жили в Донецке, Торезе, в Снежном, об условиях жизни, об этих конфликтах, которые там были. И то есть громады для себя тоже, Харьковская стала по-другому немножко воспринимать этих людей. И не говорю сейчас о проблемах, я говорю о конкретных просто людях. Понятно, что там было очень много беды в рассказах, страха, этих вот негативных ситуаций, о том, что все кругом рушится, падает, допустим, как вам жить дальше. Но понимание того, что падение – это не конец жизни, а в любом падении присутствует маленькая доля полета. А в высшей точке полета всегда можно увидеть новые горизонты, новые возможности, как-то жить заново. Поэтому, вот видите, здесь написано «включайте себя в жизнь», как бы, да, по-новому, да, в новом сообществе, в новой ситуации. Поэтому мы, как бы, со своей стороны решили, что это является таким интересным инструментом и подходом для работы с этой целевой аудиторией. Роман, вы не как зрителя, а специалист, вы можете оценить те методы, которые воплощались в жизнь при помощи, которые вы в театре, если можно, тоже в вашем целом. Ну, я, будучи медиком, все медики очень консервативны, и мы вообще стараемся особо не пускать все немедицинское в оказание помощи, да. И мне было очень приятно, что, ну, во-первых, наш коллектив давно уже вышел за рамки чисто медицинской помощи, мы понимаем, что через маму можно помочь особенному ребенку. И поэтому все ресурсы, которые направлены на то, чтобы раскрыть потенциал матери, чтобы достать ее из тяжелой депрессии, позволят потом через маму дать качество жизни и ребенку, и всей семье. Мы больше года уже принимали и принимаем, и сейчас продолжаем принимать детей, особенных детей из ДЦП, из другой тяжелой патологии, зоны. А то больше ста семей уже у нас прошли курс реабилитации. Мы применяли различные психологические методы коррекции и всего остального. Ну, вот увидев воочию работу плейбэк-театра, я, допустим, увидел колоссальный потенциал. То есть я увидел колоссальный потенциал, который, может быть, действительно поможет более эффективно, потому что психологические практики, там есть индивидуальное консультирование, групповое консультирование. Ну, вот я увидел, я не знаю, это может быть интуитивно, может быть, я очень увидел огромный потенциал. И мне кажется, что плейбэк-театр может работать не только с психотравмой, связанной с временно перемещенными лицами, связанной с войной. Огромное количество родителей, которые имеют тяжелобольных детей, не все дети смогут стать взрослыми, это так называемые паллиативные хосписные дети, которых тысячи детей в Украине и десятки тысяч таких семей в Украине. Это колоссальный потенциал. Мы медики, мы постоянно находимся в состоянии стресса, мы постоянно находимся рядом с тяжелобольными детьми, с тяжелобольными родителями. Мы тоже, у нас происходит эмоциональное выграние. Я вижу колоссальную потребность для того, чтобы работать и с теми специалистами, не только с медиками, с волонтерами, которые сердцем и душой переживают, помогают как временно перемещенным лицам, больным детям, так и вне условий войны. Я лично, даже на физическом уровне, я почувствовал, как это я воспринял, я почувствовал колоссальный потенциал. Я был бы лично счастлив, если бы плейбэк-театр остался в жизни нашего города, в нашей стране он развивался. Если бы нашлась такая серьезная поддержка, потому что это колоссальный потенциал. То есть если мы сможем достучаться искусством плейбэк-театра, достучаться и помочь людям, это именно действительно тот механизм. Потому что, ну вот я приведу один маленький пример. Поступает семья, муж погиб, у матери на руках один ребенок с ДЦП, другой ребенок с гидроцефалией. Ну, в мае прошлого года, ну, женщина просто черного цвета. Мы инвестируем в нее там финансовые какие-то, ну, там, оказали материальную помощь, сделали операцию ребенку, что она сидит черная, вот она сидит черная, то есть вот она даже не поднимает, она вот в таком вот закрытом состоянии. Поэтому, если мы сможем достучаться методам психокоррекции, методам плейбэк-театра, мы можем маму эту отогреть, вытащить ее, да, то она будет намного… Если мы посчитаем, сколько мы потратили денег, да, все получают заработную плату, мы помогаем маме, да, а на выходе ноль, а плейбэк-театр мог подойти, взять теплом профессионализмом актеров, да, взять эту маму, вытащить, знаете, теплыми, добрыми руками из этого состояния. И тогда уже эта мама немножечко отогреется, и она уже вместе со своей семьей выйдет из этого стресса, и она детишек вытащит из этого стресса. Поэтому я увидел здесь потенциал профессиональный, и я считаю, что это не так дорого, как мы вбрасываем там эти тысячи, миллионы, вроде как, правильно, хороший вы пример привели, собрать в зале тысячи человек, махать руками, сказать, мы вас любим, дорогие переселенцы, мы с вами, понимаете, и все, и все. Пафос закончился, люди ушли, закрытые в себе. Поэтому я был бы очень счастлив, и это я выражаю мнение всего нашего коллектива, мы говорили с мамами, которые были участниками, что если бы этот проект жил, было бы очень хорошо. Я немного резюмирую, потому что действительно, для того, чтобы понять, что происходит в зале, надо поплывать на одном из представлений, потому что то, о чем мы сейчас говорим, это постоянная связь актеров и зрителей, непростых зрителей. И, Оль, спасибо вам большое, потому что даже люди, которые не рассказывали свои истории, не узнавали себя в тех историях, которые рассказывал сосед. Поэтому, если можно, вы тогда, перед тем, как мы перейдем к вопросам, покажете, резюмируем. Ну, прежде чем я встречу презентацию, которую мы подготовили, я чуть-чуть продолжу роман, потому что он заговорил, как бы, немножко о будущем, и прозвучало слово про теплые руки людей. Вы знаете, театр этот очеловечивает. Вот это очень важно. И поэтому есть некоторые ограничения, например, у нас были задумки ехать в зону АТО, непосредственно к военным, потому что у нас в представлениях были военные, и они говорили, это здорово. Но мы поняли, что, как бы сейчас это печально не прозвучало, туда ехать к ним нельзя, потому что они воюют, у них вопрос жизни и смерти, и отчеловечивание это открывает их, делает беззащитными. Но работа с демобилизованными, которые, как вы знаете, первая волна пришла, вот вторая идет, это вполне, потому что за каждым демобилизованным семья, женщины, дети, и они с момента получения документов становятся мирным обществом. То есть они не относятся уже даже к Минобороне. И поэтому наша задача жить вот с этими людьми, переселенцами, получившими такой страшный опыт, военными, прошедшими и получившими такой опыт. Роман прекрасно осветил еще одно направление, которое, да, вот в силу того, что иногда война перекрывает, что этих мам, этих людей, этих детей, которые имеют особенности развития, они никуда не делись с войной, и даже, может быть, их количество растет. Поэтому хотелось бы, да, мы видим, мы видим возможности для продолжения. А вот все, что мы делали за этот короткий период, 4 месяца, хотя он и короткий, и длинный, вот наша небольшая презентация, и она не листается. Мы в нескольких слайдах как бы отобразили для того, чтобы вот пока будут вопросы, вы увидели себя. То есть, по сути, да, использование плейбэк-театра. Эта фотография, она очень дорога, знаете почему? Потому что она действительно отображает, в каких условиях мы иногда выступали. Вот баннер, он у нас имеет паучок, но вот в тех условиях, где мы иногда выступали, там паук толком негде было поставить и закрепить. Поэтому иногда вешали баннер на прищепке, не потому что как бы не было конструкции. Вот. И иногда наши даже участники проекта задавали, ой, какие условия. Мы говорили, а люди живут в этих условиях. Вот. Вот это наш коллектив, почти весь нашего проекта. Актеры театра, мы как организаторы, наши психологи. Четыре месяца с 15 мая по 15 сентября. Организаторы инициатива, общественная организация, линия согласия. Поддержка проекта агентства США по международному развитию в рамках украинской инициативы по укреплению гражданского доверия. География проекта. Харьковская и Донецкая области. Харьков, Лозовая, Чуму, Славинск. У нас была задумка сделать, в планах было несколько больше географии городов, но по ходу выполнения мы узнавали об изменениях в локациях. Все-таки, слава Богу, мы очень рады, что какие-то локации перестали существовать, поэтому планировался изначально изюм. Купенск, например, в частности, именно локальные места поселения были расселены, что нас очень, на самом деле, порадовало. Основание такой работы, как уже сказал Наташа, это 185 тысяч принятых Харьковом и Харьковской областью внутренне перемещенных лиц. Фотографии, это тоже фотографии нашего проекта. Действительно, люди у нас и смеялись, и плакали на представлениях, хотя на этом слайде мы говорим о том, что чувствуют эти люди на самом деле, что, может быть, мы даже иногда не задумываемся, потому что они действительно перенесли угрозу себе и своим близким. У них уже второй год неопределенная ситуация. У них нет контроля над ситуацией, к сожалению, не все зависит от них. У них у многих тяжелейший опыт, который сложно совместить с опытом просто бытовой реальности, в которой, слава Богу, живем мы, которых война не сильно коснулась. И иногда то, что они видели и пережили, рационально объяснить человеческому сознанию очень сложно. Миссия проекта — это используя методику плейбэк-театра, помочь внутренним перемещенным лицам с адаптацией в нашем регионе, оказать им первую психологическую помощь. Извините, вернусь. Фотография очень теплая тоже. Может быть, многие слышали про Семенов и пригород Славянска, который пострадал больше всех в 2014 году в результате обстрелов. И мы выступали в Славянской школе, ну это как бы пригород Семеновка, которая была полностью разрушена. Очень известная личность директора этой школы, который выходил в восстановление этой школы, выпросил, выходил. И вот это дети этой школы, которые пережили все, что было в Славянске. Это непосредственно сам директор. Ну это вот фотография, это одна из рассказанных историй о том, что у них происходило в Славянске в 2014 году. Задачи проекта, которые мы ставили перед собой, мы считаем, что они достигнуты. Снятие эмоциональных преград и предрассудков в отношении внутренне перемещенных лиц, восстановление нарушенных смыслов и жизненных ценностей, демонстрация солидарности с этими общинами и с внутренне перемещенными лицами и отказ представителей общины от восприятия внутренне перемещенных лиц как агрессивных и угрожающих. Ну, координатор проекта. Реализация проекта. Это встреча, выступления, о которых говорила Наташа, непосредственно как бы плейбэк театра в местах компактного проживания. Вот такие замечательные открытые репетиции у нас проходили. Мы очень благодарны креативному пространству Спалок за то, что он приютил нас во время репетиции к Харьковскому литературному музею, который тоже дал нам возможность провести открытую репетицию у них. И Харьковская академия культуры, это последняя открытая репетиция, 10 сентября, была для студентов актерского факультета этой академии. Вот мы рассказывали о проекте и демонстрировали возможности плейбэк театра. 16 представлений, 152 рассказанные истории. Здесь не случайно истории мы пишем с большой буквы. Для нас это истории с большой буквы, потому что история, рассказанная человеком, это вызывает огромное уважение, это большая смелость, поэтому для нас это все истории с большой буквы. 572 участника представления, 4 открытые репетиции и 176 участников открытых репетиций. Две области, 12 площадок, 48 часов представлений, в среднем где-то мы шел процесс в течение двух часов, 2200 километров мы намотали в результате реализации этого проекта. 41 материал о проекте было размещено в СМИ, порядка 60 публикаций. То есть проект вызывал интерес наш, что нас тоже очень радовало у общественности, потому что мы считаем, что СМИ отражали интерес общественности к этой теме. И главный вывод наш, к которому мы пришли, что все-таки данный инновационный метод плыбэк-театр, или назовем его психологический интерактивный театр, это безопасная среда, где есть возможность людей говорить на самые болезненные темы, на которые не всегда возможно даже говорить в контакте, в групповой работе психологической или в прямом консультировании. Конечно же, мы благодарим Харьковское отделение ассоциаций специалистов по преодолению последствий психотравнирующих событий. Это наши партнеры были по проекту, которые нам оказывали интервизионную, супервизионную поддержку в части психологии при работе в этом проекте. У нас очень много друзей, которых мы видели в начале проекта и которые появились в результате его реализации, которой мы тоже выражаем огромную благодарность. Вы их все видите на этом слайде. Наш круг друзей, проект расширился значительно. Здесь они еще у нас перечисляются, в том числе и Харьковский кризис, инфоцентр, мы очень вам благодарны. Ну вот, собственно говоря, и все наши контакты. Перейдем к вопросам. Да, представляете. Светлана Елина Стая, у нас, собственно, есть такой конкурент. Я так догадаюсь, что вы получите итог четырехмесячных секунд. И я слышала, как Роман уже выступил защитить этот продолжение, как практик, который мне посреди долгие годы знает, не знает, что он огромное. То есть я хотела уже задать вопрос. Как проект не будет продолжаться? А если он будет продолжаться, то продолжится ли финансирование за счет гранта? И в таком случае уже назовите эти деньги, которые не пожалел проекта USAID, для того, чтобы поддержать такую инициативу? Я не знаю, кому вопрос, наверное, представителям не слышать. А в продолжении, Оля, наверное, один год, Алиси. Да, ну сегодня последний день этого текущего проекта. Так что мы планируем сотрудничать дальше, но рамки детальные мы пока не знаем. Мы должны обсуждать, когда мы уже получаем все результаты, поскольку мы уже знаем, что этот проект был очень успешный, мы бы хотели не просто повторять, а создавать что-то побольше. Нам интересно этого, но детально я не могу сказать сейчас, поскольку это будет сотрудничество между нами. Давайте я вам немножко скажу. Получается так, что результаты, те, которые на сегодняшний день мы имеем, можно посмотреть и качественные количественные стороны этих результатов. Мы понимаем, что проект очень короткое время, 4 месяца, довольно короткий промежуток времени, в котором он работал. Вы должны понимать, что это, например, был такой первый проект. Он и для нас был первый, для организации, которая его поддерживала. То есть до этого, до этого подобного рода инициативы, как плейбэк театр, или представления такие, наша организация, наш проект не поддерживала. То есть для нас это был такой, знаете, такой пилотный входящий проект, для того, чтобы посмотреть, действительно эти технологии работают с данной аудиторией. Или же есть какие-то определенные опасения и комментарии, которые нужно учитывать для работы с подобного рода людьми, с подобного рода категории, как внутренние перемещенные лица. После определенного количества времени презентации, которую этот проект реализовал, мы увидели, что, да, данная форма, данная форма работы с внутренние перемещенные лица, в плане их снижения риска и напряженности, интеграции в местные сообщества, она является приемлемой и адекватной. И есть определенные проблемы, которые мы с Наташей тоже обсуждали и с Ольгой, которые есть в работе с этими категориями населения. Например, я понимаю, что, например, если мы берем Славянск, допустим, Харьков, да, есть определенные успехи, допустим. Но надо не забывать, допустим, есть люди, дети, да, есть люди старшего возраста, например, генетологический центр, да, когда вы работали, там были определенные сложности, потому что люди старшего возраста, они по-другому эти проблемы видят и немножко, недостаточно четко, хотя-таки в тренде тех изменений, которые, как бы, там есть, да, допустим. Молодое поколение, мамы, допустим, видят в этом другие возможности. И, как калица говорит, что по результатам этого проекта, четырехмесячного, мы можем выстроить более совершенную, более новую, ну, будем говорить, такую большую структуру работы и форму работы с этими категориями населения. Возможно, она даже будет шире, чем, ну, эта текущая, с учетом тех проблем и тех ожиданий тех людей, с которыми работали. Понятно. Тут я не услышала, какова сумма гранта? Вы финансируете? Плюс эти... Да, 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 это будет сфера, если мы продолжаем, да, сотрудничать, да, когда мы создаем новый проект, это будет сфинансировано агентство США по международному развитию. Ну, пока неизвестно еще, сколько будет денег людей. Потому что это зависит от объема проекта, да, какой период, да, сколько места, сколько людей. Я понимаю, спасибо. Есть еще вопросы? Тогда я, можно сказать, с этим вопросом перейдусь на начало. Ольга, Наташа, скажите, когда Вы выбирали методы воплощения этого проекта, именно плейбы? Почему именно плейбы? Потому что, ну, как, на мой взгляд, субъективный, сами украинцы, они не настолько открыты, как те люди, где реализуются такие методы работы. Почему Вы решили, что именно срабатывали? Ну, наверное, прям была такая, что мы-то, в общем-то, занимаемся, такими категориями с мая 2014 года, оказываем помощь, и мы действительно увидели изменения в состоянии людей. То есть, если все-таки первые месяцы, несмотря на все ужасы, все ожидали, что конфликт скоро закончится, то его затяжной характер стал отягощающим фактором. Действительно, депрессивные настроения. И, как бы, вот, здравствуйте, я психолог, или приходить к психологам, ну, объективно, работает не очень хорошо. Только либо очень осознанно люди, которые понимают, что такое психология, да, а мы говорим сейчас о категории ВПЛ в локациях, которые, как бы, имеют невысокий социальный статус, вот, для них такая, знаете, прямой, сразу обратной связи нет, ну, побывал у психолога. И мы стали искать такие формы, какие-то, ну, на стыке между, наверное, психологией и культурой. Сама идея, что современное искусство может быть таким фактором социальной, культурной, психологической адаптации, это мысль не новая. И в мире, в общем-то, слава Богу, находятся люди, которые ищут эти, такие вот на стыке, вот эти методы. Вот, ну, и тут произошло, как бы мы были во внутреннем поиске, задавались, что и как, что и как, и в это время в Харькове произошел старт сертификационной программы, программы по плейбэк-театру, была возможность ближе познакомиться с этим методом. А вот когда, я думаю, вот Роман, как участник мероприятия, рассказывавший историю, Ира, как участник тоже в Харькове, когда было мероприятие, рассказывали историю, вот как объяснить этот эффект? Я рассказала на обучающем модуле свою историю, и я увидела, как это сработало для меня. И вот здесь произошло вот это озарение, что это действительно для кризисных категорий, особенно в прифронтовой, особенно вот в такой, с точки зрения ВПЛ, области, где люди и много, и в то же время они не задерживаются, они едут либо дальше, либо возвращаются обратно, получают стресс, опять возвращаются, что вот для них это может сработать просто, вот знаете, на ура. Поэтому и эта идея вот так вот и родилась. Как нашлись такие чувствительные актеры? Потому что мастерство и трансы пропустить через себя историю и выдать ее обратно в том трансформированном виде, это достаточно? Ну, в основе как раз лежат участники, в основе трупа лежат участники вот этой сертификационной программы, наши обучающие по плейбэк-театру, которые образовались в театре, в живое зеркало, в трупе, в самой трупе у нас тоже есть уникальный случай, у нас актриса, она же сама, ну, дурацкое слово, это, да, ну, переселенка, она же психолог, да, вот, например, да, дипломированные артисты у нас в трупе были, но и не обязательно, потому что плейбэк не имеет таких жестких требований к профессиональному актерскому мастерству. Вот. И, в общем-то, вот трупа и собралась, что были люди, которые сами это пережили, психологи наши, которые работают с этими категориями, которые понимают, что с людьми происходит, они мотивированы были на эту работу. Ну, и радует, что та часть труппы, так скажем, молодежное крыло, да, ну, я бы ты по возрасту, вот как раз это отзывчивость, это эмпатия, потому что они, самые активные члены общества как раз и понимают, что нам всем жить вместе и нужно помогать вот тем людям, которые переживают и получают такое непростое будущее. А сколько в театре? В театре, я вам точно не скажу, в нашем проекте восемь актеров работают. Иногда мы их меняли состав, потому что, вот Ира, да, правильно ответила, момент обратила внимание, что мы люди, все участники проекта, и иногда попадали в резонанс с теми историями, которые рассказывали. Но иногда действительно слушать очень тяжело, и ты переживаешь, и включаешься, а им играть. Поэтому после представлений бывали смены состава, то есть как бы ехал на следующее мероприятие другой состав из восьми человек. Я вам тогда подложу итог. Спасибо вам большое. Держим полочки за развитие вашего проекта. Спасибо. Спасибо.